всем привет я вас рада приветствовать на своем канале сегодня я хочу снять видео о том как я использую программу pint при вышивке крестом когда надо работать со схемой с компьютера и так вот у меня папочка с моей схемой черивно мыть синее море мы ее открываем я сейчас буду редактировать вторую часть схемы выбираю необходимый мне рисунок щелкаю правой клавишей мыши выбираю меню открыть с помощью выбираю программу pint это стандартная программа windows она есть в любом windows вне зависимости от года издания и выпуска вот у нас открылась наша схемка сейчас она в масштабе сто процентов в правом нижнем углу у нас есть панель с масштабированием мы выбираем минусик уменьшаем ее до вот сейчас 12 с половиной процентов вот такая у нас съемка как видите минус производителя в данном случае это то что в схеме использованы очень яркие насыщенные цвета темные и в нижней части схемы вот здесь абсолютно не видно и непонятно разметку 10 на 10 и шить с листа очень неудобно этот недостаток мы сейчас будем исправлять итак я увеличиваю масштаб учитывая что верхней части схемы нам разметку видно достаточно четко и ясно мы можем ее не редактировать отредактировать только нижнюю часть для начала я проведу центральные линии горизонтальные вертикальные вот они отмечены вот такими стрелочками стандартно на схеме да вот вертикальная середина вот горизонтальная середина у нас что мы делаем в меню фигуры я выбираю прямую линию в меню цвета я выбираю цвет вот изменить цвет я выбираю зеленый выбираю тот тон который мне нужен добавить в набор окей и вот у нас цвет номер один основной цвет уже готов к работе выбираем толщину линии максимальную наводим курсор на то место откуда мы будем чертить центральную горизонтальную линию и удерживая левую клавишу мыши проводим линию вот у нас такая зелененькая линия получилась зелененькая мне не очень нравится ее не видно давайте ее изменим на красную мы просто нажмем на красный цвет на нашей панели цвета вот у нас рабочий цвет поменялся на красный и вот вы можете видеть горизонтальная линия она была выделена курсором у нас тоже стала красного цвета теперь то же самое мы сделаем с вертикальной центральной линией и провели ее до конца центр работы у нас отмечен теперь мы можем увеличить масштаб и проработать нижнюю часть схемы разметку вот у нас нижняя часть схемы масштаб великоват ставим 25 процентов что мы делаем мы должны сейчас выбрать другой цвет щелкнем клавишей на пустом каком-нибудь поле берем линии выбираем цвет выбрали желтый цвет выбрали линию фигуры и таким же образом с помощью курсора проводим линии вниз как вы можете видеть я пролинеила все горизонтальные линии желтым цветом и схема у нас теперь выглядит таким образом теперь я сделаю то же самое с горизонтальными линиями я проведу желтым цветом все горизонтальные линии на своей схеме это делается очень просто и довольно быстро итак видите очень яркая красивая разметка у нас получилось сейчас правом нижнем углу я увеличу масштаб вот с этой схемой уже можно работать особенно вот нижние фрагменты там где у меня были проблемы со счетом и с разметкой 10 на 10 как видите теперь уже все четко ясно понятно где какие символы что мы сейчас шьем соответственно это удобно все переносить уже в ниточках на канву чтобы получить красивую картинку по итогу обязательно должны сохранить то что у нас получилось вот редактированном файле мы нажимаем кнопочку файл сохранить как сохраняю этот файлик на свой рабочий стол это моя рабочая схемка будет нажимаем сохранить и все эта схема уже готова к работе когда я начну отшивать правило я начинаю шить с правого нижнего угла методом парковки я пользуюсь очень условно то есть я начинаю вот условно вот с этого уголочка вот у меня здесь эти символы отшиваются и те символы которые я уже отшила я закрашиваю определенным цветом точно также я выбираю цвет которым я буду закрашивать каждый день я выбираю новый цвет таким образом я вижу какой объем работы я сделала в каждый конкретный день мы нажимаем на панель изменения цвета выбираем ну допустим пускай это будет желтенький выбираю в верхнем регистре цвета чтобы цвет был прозрачный на нашей картинке вот у нас стрелочкой мы выводим какой-нибудь светло-желтый такой молочный оттенок щелкаем кнопочку добавить в набор щелкаем окей рабочий цвет у нас выбран теперь я выбираю кисть которая буду заправить закрашивает отшитые клеточки это будет маркер и толщину толщину я выбираю вот эту 30 пикселей она в аккурат ложится на ширину и высоту одного символа вот видите у меня теперь вместо курсора такой желтый солнечный зайчик ну и допустим я отшиваю вот в этом квадрате вот цвет зеленый с белым крестиком символ что я делаю я навожу на место откуда мне нужно начать закрашивать эти символы нажимаю левую клавишу кнопочки не отпускаю ее ее и веду до конца этого фрагмента таким образом я закрасила те клеточки которые я уже отшила и вот допустим сегодня я работаю этим цветом соответственно я закрашиваю вот так все эти символы этого цвета которые я за сегодня отшила очень неудобно и медленно получается через экран телефона это все делать без телефона и съемки все намного быстрее получается ну вот таким образом да на следующий день когда я буду шить допустим я буду уже отшивать другие нитки другие фрагменты и так далее я выбираю другой цвет светло розовый допустим да толщина у меня уже выставлена маркер у меня уже выставлен и вот допустим в этот день я отшила вот эти фрагменты почему я выбираю бледные оттенки они прозрачные и сквозь них можно увидеть те символы которые я закрашиваю это на случай если я где-то ошиблась мне что-то надо перешить потому что схема уже будет отредактирована чтобы не возвращаться в оригинал я использую прозрачные тона для закрашивания уже отшитых фрагментов надеюсь это видео будет полезно тем кто еще не пользовался программой пайнт и у кого есть проблемные схемы которые нужно шить только с компьютера увеличивая схему разбирая символы и немножко редактируя ее там в плане разметки 10 на 10 или еще в каком то надеюсь я ответила на вопросы ничего не упустила если все-таки у вас возникли вопросы или что-то было не ясно пожалуйста пишите мне в комментариях я обязательно подробно остановлюсь на отдельных нюансах спасибо всем большое за внимание до новых встреч ровных вам крестиков и послушных ниточек и иголочек пока